Не, не так. Первый, значит, я понял. Теперь, брат, что ты будешь, что любишь? Ну, на данный момент выйти, но, я думаю, мы тоже захотим послушать. Бурчика не спрашивай. Или уже она спросит. Юра, что бы вы хотели, чтобы я вам лично спел? Коль, слететь высоко. Высоко. Ну, это, нет, это понятно. Вы хотите записать, чтобы оно было красиво? Нет, просто. Понял. Ну, давайте тогда, знаете, чтобы, потому что, видимо, действительно, вот это имеет место быть. Давайте сделаем так. Наши уважаемые хозяева, мы же не очень торопимся, да? Нам главное, чтобы пришло побольше народу. Да, вот спасибо. Давайте свет вообще уберем в зале чуть-чуть, потому что сзади вот свет горит. И свечи зажжем. Нет, там оставим? Нет, вот на сцене оставим, да, а вот по периметру уберем свет. Вот так вот не совсем хорошо. Я начну, знаешь, Юра, с... Я извиняюсь, я спою это обязательно, вот то, что вы просили прямо сейчас. Я хочу просто начать... У меня сегодня день рождения, вот. Я хочу начать с песни, которую я сам написал. У меня было сейчас много работы, и не было времени задуматься, но... Стихи, это, знаете, они как какашки, они лезут сами. И надо, вы знаете, когда хочется, надо просто найти место, где можно уединиться, чтобы все это вылетело из тебя, ты, значит, помыл руки после этого и продолжил роднейшую жизнь. Вот примерно так все происходит. Поэтому я начну с песни, которую Юра написала сама. Я бегал по Москве в полном ужасе. У меня было четыре мероприятия бешеных. Вот, и вот как-то все. А параллельно я параллельно ездил... В мае у нас было 28 площадок. Вот, фестиваль «За Россией, десанты, спецназ». Мы съездили в Донецк, еще раз мы съездили в Нижний Танил. Вот, мы съездили в Самару. Мы очень много сделали всяких разных вещей. Вот, и все это на бегу, и все это с первого раза надо делать. А времени на то, чтобы жить, собственно, это и свидетельство жизни. Вот, и поэтому такая получилась. Называется «Солдат». У меня на губах То молитва, то мат. У меня на руках То беленки, то порох. Я не ангел, не чёрт. Я обычный солдат От горячих песков До ледовых заторов Я не ангел, не чёрт Я обычный солдат От горячих снегов До ледовых заторов Мы встаём поутру Протираем стволы И по старой привычке Проходим сквозь стены Мы с тобой молоды Мы с тобой веселы Не смогли одолеть нас Ни духи, ни целы Все задачи свои Мы пройдём без труда Лишь бы только опять Нас не кинула крыша И горит надо мной Золотая звезда И погибшего деда Голос я слышу Мы с тобою прошли Через ветер и смерть Сквозь безвременья ад И вранья невесомость Мы не сдохли в пыли Это ж надо суметь Сберегли свою честь И спасли свою совесть Будет падать рассвет Разгораться закат Будет плыть над землёй Путь отчаянно млечный Я и ангел, и чёрт Я обычный солдат И пока есть страна Буду жить бесконечно Я и ангел, и чёрт Я обычный солдат И пока жив страна Буду жить бесконечно Этот ветер принёс мне привет С высоты диндукуша Это солнце похоже На взорванный танк БК Я остался живым Ухитрившись беречь свою душу Я такой же, как был Только пепел белеет в висках Белеет в висках Я обычный солдат Давайте вот сюда Добавим немножко Чтобы мне было приятно Слушать свою Извиняюсь в творчестве Вот Ну и мы Знаете, мы что решили? Спасибо, что вы пришли Дорогие друзья Вы глыжники Отлично, я понял Значит, смотрите У нас сейчас такая появилась двойственность Даже тройственность Значит В афишах, которые на сайте Гнезда Глухаря Написано 19 часов Но в интернете, который мы написали У нас висит 20 То, что мы делали в России Поэтому сейчас у нас Знаете, что будет? У нас сейчас будет такое начало Которое называется Полный бардак Вот Поэтому я сейчас буду петь подряд Бессвязно совершенно Какие-то песни Выкрикин Вы мне можете с места Выкрикивать Там Мург Пой Или еще что-то Вот Вчера был день рождения У очень хорошего человека Приятного Вот У него Вы спросили Какие у вас любимые песни? У него любимые Значит, музыка Это Ансамбль «Цветы» Группа «Самоцветы» Значит Это Александр Зенбаум И Михаил Гульков А что такое Михаил Гульков Я бы сейчас сыграю Хорошо Я помню Тот Ланинский порт И вид От парохода Угрюмы Как шеримы По тропу На борт В холодные Мрачные Трюмы Как шеримы По тропу На борт В холодные Мрачные Трюмы От качки Станали Зака Обнявшись Как родные Братья И только Порой С языка Срывались Глухие Проклятия И только Порой С языка Срывались Глухие Проклятия А утром Расставил Туман Умолкла Пущина Монская Пред ними Лежал Магадан Столица Ковымского Края Пред ними Лежал Магадан Столица Ковымского Края Пять тысяч Километров Таига Шатаются Люди Как Эксели Машины Не ездят Суда Бреду Спотыкая Солени Машины Не ездят Суда Страшно Бреду Спотыкая Солени Я знаю Жена Смотри На меня Я знаю Меня Ты не Ждешь И Писем Моих Не Читаешь Встречать Ты Меня Не Придешь А Встретив Меня Не Узнаешь Встречать Ты Меня Не Придешь А Встретив Меня Не Узнаешь Так Проклята Путь Колыма Что Назована Дивной Планетой Сойдешь По неволе Сума Обратной Дороди Здесь Нету Сойдешь По неволе Сума Обратной Дороди Здесь Нету Я Помню До Тыванинской Пор И Вид Парохода Угрюмай Как Шли мы По трапу На Бод В Холодные Мрачные Трюмы Как Шли мы По трапу На Бод В Холодные Мрачные Трюмы Песня Конечно Не Гулько Это Песня Более Другого Автора Но Тем не менее Песня Очень Хорошая И Вот Да Поэтому Сейчас Я буду Петь Последовательности Хронологической Последовательности Вот Первую Песню Я Конечно Посвящаю Нашему Уважаемому Юри Это Потрясающий Человек Дорогие Друзья Который По непонятным Для меня Причинам Своё Личное Время Бесплатно Значит Приходит И записывает Людей Которых Почему-то Называют Авторами Исполнителя Или Паргами Всё В этом Мире Относительно Понимаете Название Не всегда Соответствует Содержанию Вот Ну и вот То что Такой человек Он на самом деле Не просто Юра Полковник На самом деле Попробуйте Его Попробуйте Но Вот В жизни Есть законы Которых Никто Никогда Отменить Не сможет Один из Этих Законов Состоит В том Что Мы Все Отсюда 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 И то Что Делает Юра Это Невозможно Переоценить Потому Что Наши Искаженные Интеллектом Лиц Оставляет Для вечности С помощью Своего Оборудования Я очень Уважаю Потому Что Наш Безумный Проект Баталюрная Разведка Как и Остальные Проекты Стало Возможно Благодаря Его Тяжелому Труду Вот И Юра Я Специально Песня Освещаю Конечно Этот Год Конечно Она Самое Главное Событие Это 70 лет Победы Советского Народа Великой Отечественной Войне Песня была написана Где-то В году В 83-м Наверное В 84-м Когда я еще писал Народные Слова Песня Песня Варс 9-го Мая И вот Как бы Отношение Ко всему Этому Есть вечные Истины Есть вечные Ценности Влечный Путь Солнце Законы Притяжения И Победа Это тоже Вечно Пока Есть люди Которые Говорят На русском языке Понятие Победа Будет Жить И Все Кто русский Зовет родным И в погоду И в непогоду Всем уродом Из той войны Изогняю Всем уродом Из-под Бреста И Паналей Из-под Ельни И Ореховат Все Чьи род Не успел Сгореть В броневых Боевых Порядках Коль Взлететь Высоко Высоко Выше Труб Выше Крыш Выше Башен Выше Ветров Летящих Легко И Провурных И Траурных Маршей Если Выше Всех Мыслей Взлететь Где Лишь В памяти Вурны Гнется И Туда В эту Даль Посмотреть С Нашей Выси Назад Обернуться И Увидеть Что Каждый Око Сорок Первого Страшного Лета Эти Танки Идущие Бло А Снарядов Коротею Нету Есть Глаза Городного Жилья И Глядит Как Сквозь Мутную Воду Тухачевский Из-за Небытия Того Тридцать Проклятого Года И Уходят Солдаты В пыли Чтоб На фронте Собою Заполнить Те Прорехи Что Произошли Не Боих Посолдат Эти Хроли И Все Молодец Немец Тихо На зло Бьет Тихтарь Окруженный Из-за Бреда Выручая И Время И Взвод И Генштаб И Москву И Победу Чтоб Из-за Нашей С Тобой Высоты Оказаться Пройти И Войне Это Все Таки Выжить Под Породом Москве Торжество Чтобы Сердце В полнении Билось Для Чего Это Все Для Чего Это С С Н tangled С Хм Коль Взлететь Высоко Высоко Выше Друг Выше Крыш Выше Ваши Выше Ветров Летящих Вехов И Праурных И Краурных Финовшей Если Выше Всех Мыслей Взлететь И Спасибо Спасибо. Спасибо. Когда пою, я, к сожалению... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. «Ваш 9 мая» — это называется песня. Юла, что еще мы хотели спеть? Мы хотели спеть... Витёк. Витёк, помню. Ну, вообще, день рождения. Я тогда немножко буду рассказывать о своих замечательных родственниках. Ну, первая песня, я её посвящаю памяти деда, который упадет Алексеевич Калюкин, который был первым номером расчета пулемёта «Максим». Где-то в Белоруссии они там... У него было два сына — это мой отец Михаил Алексеевич и его брат Пётр Алексеевич, который упал на 4 года моложе. Папе было 7 лет, а его брату было 4 года. Вот. И вот в 41-м году, где-то в конце июня, они начали их... Деда ворота попал в окружение, они там повоевали немножко. Потом пришли офицеры и говорят, надо сдаваться. Всё, война закончилась. Ну и вот вся сдалась. Одет, вместо того чтобы ждаться, осталось шарашить по немцам из пулемёта. Вот. И немцы его быстренько убили. То есть люди перепрофессиональные. И страдали на нем две мины всего. Вот. Остальное род отправили в Германию. Вот. Это было время ещё спокойное более-менее. Вот. Их раздали всем по немцам. Они занимались тем, что копали картошку. Значит, сажали эту картошку. Любили там же немецких женщин, с которых мужья ушли на фронт. Ну и в общем, жили нормальной обычной жизнью. С 44-го года. С 44-го года пришла Советская Армия освободительница. Всех их освободила. Они ещё немножко повоевали. И вернулись в деревню. В село Инные Слобода. В Сасовского района Лизанской области. Объяснили бабке, что, извините, муж был и погиб. Смертью храбро. Значит, позор и глупости. Если бы сдался вместе со всей рукой, то был бы жив, здоров и сейчас бы вернулся обратно. Ни в Канье и Сибири их не сажали. Вот. Ну а дальше. Отец, поскольку это всё было в деревне, время было голодное. Остались они в живых тоже случайно, потому что у них была привычка. У матери была привычка всё время какие-то заначки делать. Питались кожурой картофельной. Вот. Там. Ну, чем попало, в общем. Отец пошёл сначала в торговую технику. Он закончил школу. Вот. Мать была против того, чтобы он в школу закончил. Но он её закончил. Потом пошёл в технику к бабке Сасова. Значит. Потом закончил торговую технику. Его послали на практику. Пока он был на практике, за месяц, значит, посадили двух директоров в магазин, в которых он, значит, практиковался. И он понял, что торговая эстезия очень опасная. Поэтому надо что-то попроще выбрать. Решил стать военным. Пошёл в училище авиационное. Стал нашим авиационным техником. Потом поступил. Да. И стал служить лейтенантом. Учился хорошо. Вот. Стал служить. И тут началось это самое. Хрущёвское сокращение. Когда сократили миллион двести тысяч человек. Но его тоже сократили. Вот. А потом началась космическая эпоха. И стали брать опять. Набирать обратно. И он уже начал, пошёл учиться в Академию Можейского. И в результате, вот мальчик, пацан из села, у которого отца убили, когда ему было семь лет, стал генерал-майором космических войск. Вот. Главлядом государственной премии, кавалером Владимира Ленина, Владимира Трудового Красного Знамени, 15 медалей. Вот. И он сам, как бы, служил в космических войсках. Его посылали все время, где происходили какие-нибудь ЧП, связанные с тем, что космические аппараты сходили с орбиты и взрывались. И вот его посылали выяснить, почему это произошло. Он приезжал, выяснял. Поскольку сейчас был спокойный, из деревни. Интеллигентный, воспитанный. Он никого обычно не наказывал. Но после того, как он приезжал, обычно всё шло нормально. Потому что выясняли, никого нужно наказать. А что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Вот. То есть он хорошо разбирался в физических сутях явлений. И сейчас я хочу вторую песню посвятить ему. Песня. 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 В этой жизни завёрнутый круг, Он уходит в другие века. Лучше этой работы, мой друг, Нет на родине нашей пока. И пускай будет нечем стрелять, Даже нечем пускай закусить. Научила родная земля, Не умея пощады просить. А ведь он возвращался с войны, От летящих по небу домов, От оскала душманской луны, И от зла, что приходит замок. От старения, что классный мужик, На бою не берётся чудак, От привычек, которые ты живу, На войне без которых никак. На войне без которых никак. И в Москве без которых никак. Посмотрите. Пять минут крика сплошного. Юра, это всё для вас. Спасибо вам большое. Ну, а чтобы сразу тему не бросать, Я не буду сейчас петь про горные лыжи. Но я хочу, здесь и помещать ли девушка, С которой мы вместе воевали на полях сражений и фестиваля нашего за Россией десантный спецназ. И я сейчас хочу петь новую песню, Которую какую-то... Вообще десантники, это удивительные люди. Мне очень нравится с ними работать. Единственный минус, который там есть, Это то, что они разговаривают матом. Но вот, вы понимаете, что в России, Процент в 90 времени, Хочется разговаривать матом. Глядя на окружающие ландшафты, Пейзажи, Людей и события. Хочется что-то такое сказать, Чтобы душа смыла, Душа разрядилась. Потому что когда всё время всё это терпеть приходится, Всё это ужасно. Поэтому десантники, это люди, Которые идут на наебение короткому пути, по прямой. А там, а вот это нельзя, А это не надо, А это некрасиво, Это всё потом. Как написано у моего начальника в наступлении, Что всё, что на пользу России, всё считается законом. Мне как-то эта фраза очень нравится. Вот, в этом году исполняется 85 лет, Потому что десантные войска. А Россия это великая военная страна. И наша главная, Наша главная гордость, конечно, Это не потому что у нас большая территория, А потому что у нас великая группа. Вот. Представляете, одна шестая часть земли, Со всех сторон окружённая разными национальностями, Разными государствами, В которых тоже много беспокойных людей. И вот нашим предкам удалось за 2000 лет, Во-первых, за собой здесь толпить, Во-вторых, отстоять от всех, Которые к нам приходили. Приходила к нам Европа Несколько раз сообщать, Вот, например, был такой парень по фамилии Домопарт, Сам он был сицилиец, испанец. Вот. Итальянцы пошли, да. Собрала вся Европа, 650 тысяч человек войска, 300 тысяч французов, 200 тысяч поляков и пришли к нам в 1812 году. Немцы там были, ну все там были, да. И бах, дошли до Москвы, ни одного сражения не проиграли, А вернулось обратно всего 20 тысяч. Еле-еле воевались. Вот. То же самое было примерно в 1941 году. Сейчас я вспоминаю воспоминания, читая одного немца. Кошмар. То есть, что они хотели, то они и делали. То есть, они так воевали в сторону. И ничего против этого приготур от содействия. Да. И если говорить о завоеваниях, то наша культура, ее главная составляющая, это, конечно, армейская составляющая, Потому что, сами понимаете, побеждает тот, кто умный, побеждает тот, кто сильный, тот, кто в себя верит. Вот. Побеждает тот, кто уверен в своей правоте. Мы победили. Значит, мы делаем что-то лучше. Ну, и цифры тоже есть, например, подтверждающие это дело, что, например, Уталганская война, которая шла 10 лет, во время этой войны Советская армия потеряла 15 тысяч человек убитыми. Во время американской войны в Вьетнаме Американцы потеряли в Вьетнаме 58 тысяч человек убитыми. То есть, разница в 4 раза. Разница существенная. Ну, и так. Я тебе очень много говорю. Но я время тяну специально, чтобы до 8 часов. Вот. И вторая песня. Еще одна песня. Я сейчас ее посвящаю. Катюши наши очаровательные. Аплодисменты, пожалуйста. Это посвящение. Я сам не десантник. Сразу говорю. Вот. Я вот эту форму нашу. Мне нравится. Она синенькая. Во-первых. Во-вторых, ее боятся медленных галишников. Они с тобой здороваются всегда. Во-вторых. И в-третьих, это когда приходишь в какое-нибудь административное, значит, гнездо, то так на тебя смотрят. И пиомастик тебе уже вежливо. Поддоровываться человек на дорогах. И так далее. А если ты хочешь просто в бюджете сдался, ну, пришел, пришел. Ну и сиди тут. Песня про воздушно-десантные войска. Это, на мой взгляд, одни из самых лучших солдат вообще во всем мире. И вот сейчас была конференция, где Юрьев, когда ему задали вопрос, а вот сейчас американцы собираются отмещать бригаду свою где-то. Он говорит, ну, мы эту бригаду закопаем, если нам будет. Над землею твоих побед никогда не заходит солнце. Над полями твоих потеп никогда не проходит ночь. Твоей силой открыта дверь, где еще ей сверкнуть придется, чтобы смерть не пустить в мой дом, чтобы людям в беде помочь. Тьма бросала тебе в лицо злазозубренные осколки. Хохотали голос враги, расплодившиеся в тылу. Победил ты в конце концов в этой дикой смертельной гонке. Своей верой, своей душой ты раздвинул обман углу. Воздушно-десантные войска Средь белых снегов или черных скал В любом обоих остальных дисках Выполни свой приказ. Воздушно-десантные войска Звезда наша ярко и высока И формула жизни стучит в висках Просто никто кроме нас. В струях белых и голубых Над землей улетают души, Кто навечно остался там На своих рубежах огня. Над камнями кавказских гор, Над отрогами киндукуша Те, кто выполнил свой приказ На бессмертие жизнь сменяв И, уходя от порта самолета, И, обнимая небесную сень, Сердцем считая секунды полета, Я прикрываю тебя, моя Россия. И вернемся к себе домой Победившие и живые, и простреленный камуфляж Сложим рядом с ХБ отца. Мы продолжили путь побед Мы достойны тебя, Россия. Радицы в жизни прошли сквозь смерть, Долг свой выполнив до конца. Воздушно-десантные войска Средь белых снегов или черных скал В любого боя в стальных дисках Выполни свой приказ. Воздушно-десантные войска Звезда наша ярко и высока И формула жизни стучит в висках Просто никто кроме нас. Просто никто кроме нас Просто никто кроме нас Никто кроме нас И кто кроме нас Спасибо. В этом году исполняется 80 лет центральной военной группы Кирскол, которая была организована в 1935 году по указанию товарища Сталина для того, чтобы выращивать горно-сноуковые войска. В ущелье, в Факсанском ущелье было организовано такое гнездо, где люди учились воевать в горах. В 1936 году была проведена колхозников Капардино-Балкарии, которые участвовали полторы тысячи человек. И по неправильным отзывам тысячи человек зашла на Льву, когда еще не было никаких канаток, никаких ратраков, ничего не было. Дороги, вот эти колхозники с этими палками зашли на Льву. Эй, шашлаков есть. А? Шашлаков есть. Ну да. Восемьдесят пять, восемьдесят лет мне располнить эту турбазию. То, что состоит из солнца, то, что состоит из неба, то, что состоит из вреда, скорости и горных лыж. То, что составляет счастье, проживает в наших душах. Ты, пожалуйста, заполни этот лензин простой. Бита простая. Ай-на-на. Чайки-то растая. Ай-на-на. Можно хопать. И нашим стаям. Ай-на-на. В обратный пункт спора. Пусть мы олетели. Ай-на-на. Нам будет светит. Ай-на-на. Тоске ответит. Ай-на. Какой раз с утра. Что же после остается? На скользячке плывчик это. И в кармане яхре курки. От шампанского фарка. Загаленные носки уши. Грусть прозрачная во взгляде. Краснорожных лиц мельканье. И дал-ди-нал-ди-нал-ди. Бита простая. Ай-на-на. Чайки-то растая. Ай-на-на. И нашим стаям. Ай-на-на. В обратный пункт спора. Пусть мы олетели. Ай-на-на. Наш путь ответит. Ай-на-на. Тоске и ответь на тайны мне Добрый раз с утра Знаю, знаю я, конечно Наши чувства иллюзорны И московская ярость Поджидает залом Но однажды осветленный Сладкой музыкой полета Сладкой музыкой полета Уже раздреть не сможешь ты Видо простая, ай-на-на Читик раскаял, ай-на-на И в наших странах, ай-на-на В обратный путь, ай-на-на Пусть мы полетели, ай-на-на На пути осветят, ай-на-на Тоске и ответьят, ай-на-на Который раз Который раз Который раз Академия Естественно оставили Академию Умения Дзержинского Первого родительчика нашей страны В Москве А мужика называли Училищем Вот и Естественно 13 января 1982 года Я подправился В первой своей офицерстве В отпуске Вы знаете, да? Замечательные пословицы Солнце светит и полет В отпуск едет сам полет 2 января холодный В отпуск едет Ванька взводный Эту пословицу Я рассказал сам полет Который со мной вместе Ехал в Шерскол Ехал в 13 января Андрей Притеченский Мы с ним вместе ехали на автобусе Я попал в это замечательное место Торопа в Шерскол Приехал я туда На следующий день Было в выездной капусте И я там увидел все Самое лучшее Что было в тот момент В Советском Союзе То есть Там было миллион групп В каждой группе Было по 100 человек Начальник Старший группы Точнее старший инструктор группы Это был примерно как министр То есть он примерно так же себя реагировал С туристами обычно не разговаривал Он не разговаривал со старостой Или с командиром группы Вот На выездной капусте Было все Что сейчас лучшего есть в КВНе В передаче В «Нокруг смеха» В разных вот таких вот Юмористических каких-то вещах Которые сейчас По телевизору показывают Там это все было сделано Красиво, весело И 82-й год Когда можно было За неудачно рассказывать Анекдот Попасть в зону А там рассказывали все Прямо за столом Там вот Когда мы приехали Там были такие обряды То есть группа собирается В номере Четырехместный номер Там собиралось человек Сорок народов Накрывали стол Садились в другую Вставали Каждый должен был встать Сказать Я Миша Я из города Москвы Служу в армии Звание лейтенант Первый раз сюда приехал И выпивал И считал Что дальше получит И вот встает Мужчина Чуть выше меня Ростом вот такой Говорит Меня зовут Коля Я начальник службы охраны Посольства Советского Союза в Китае Звание подполковник Служу в главном Расследовом управлении Генерального штаба Сейчас я вам расскажу Он не будет Звонит Данит Ильич Брежнев Твойцеву Ярузельскому А вы помните Это все события Солидарность Товарищ Ярузельский Мы пожелаем вам Благодарственную помощь Спасибо А что вы нам Посылали Вахта Битых Спасибо А в какой упаковке Уголи Ф Это был На следующий день Ну и что-то там дальше Мы все тоже Рассказывали Пели все время На утро я встал И я помню Что мой этот Друг Андрюха Притеченский Он что-то такое ужасное Рассказывал Что его можно было сразу сажать В тот же вечер Мы просыпаемся Он просыпается Я говорю Когда ты что говоришь Ты думай вообще Что такое Я говорю А ты вот вчера Про Брежнева рассказал Пять анекдотов Из них три маленьких А ты Меня спрашивают А ты что помнишь Что ты вчера делся Я говорю Не помню если честно Он говорит Ты рассказал шесть анекдотов Все были маленькие И вот так у нас началась Счастливая жизнь В горных лыжах Да И с тех пор прошло Много времени Но горные лыжи Стали частью моей жизни Вот И я сейчас Для своего уважаемого друга По борьбе Хочу Спеть песню Которая была написана За людях Прекрасных Армянских горах Циркадзори В 1980 В 2004 году Я туда поехал Вместе с группой девушек Значит Которых я должен был пасти И Ну у меня через неделю Кончили деньги Пости мне было их не на что Они поэтому Нашли себе быстро Других пастухов Да Кормили Поили И что-то с ними Какое дело Что прощались Они плакали Все вместе Как голос Четверо Четыре пастуха И четыре девушки Наши А я потом носил за ними Чемоданы По Еревану Расторгался Кому прекрасному городу И вот Песня такая Написалась сама собой Там Гора такая Небольшая Она очень похожа Как Азаров Такая Длинная Никаких сложностей вообще нет Вот Но Какое-то есть Вот там Очарование Вообще Армянская культура Одна из древнейших культур мира Вы знаете И вот это все Видимо не зря Потому что Когда заезжаешь На самый верх горы И видишь Это все Что-то такое С тобой происходит Прекрасное Ну Видимо не зря Вы знаете Вот Бролев русских танков Делает мужчина По фамилии Григоря Я ему делал День рождения Потрясающий человек Лучший в мире истребитель Су-27, Су-35 Делает Михаил Александрович Погося Это вы тоже знаете Значит Отец русской военной разведки Райер Симонян Полковник Академии Фрунзе Который написал учебник Который потом был укрален Переведен на многие Итоки мира Вот Ну а первый Советский первоконсавль Вы знаете Сделал человек Имени Анастас Микоян Которого в народе Известно как Стас Малин Вот Поэтому Нам сильно повезло с ромянами Эта песня я тоже считаю Вот такая Голубая крыша Голубая крыша Голубая крыша Анастас Малин Итоки Который Голубая крыша Эти невесомы светят над землёй лечут. Ты увези, подъёмник, нас от нужных дел и нужных фраз, От мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, Туда, где небо и полёт. Чего нам так не достаёт? Чего нам так не достаёт? Чего нам так не достаёт? Мир и тепла, и света, и ветров, и снега, Светло-зиневый мир, злой и незнакомый, Чистый, невесомый, солнцесклонный вы, Я пролечу над ними, склон меня обнимет, В снежных брызгах дней, я, словно брызги эти, Невесомы светят над землёй лечу. Ты увези, подъёмник, нас от нужных дел и нужных фраз, От мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, Туда, где небо и полёт. Чего нам так не достаёт? Чего нам так не достаёт? Чего нам так не достаёт? Это было написано именно в то время, но там, конечно, были определенные обстоятельства, вы знаете, что мужчины, они, мужчин нельзя беречь, девчонки, на всякий случай, я вам напоминаю, вы это так знаете, мужчин нужно гонять с самым веником, значит, такой темы, ну, вы все поняли, да, потому что если мужчина начинает жалеть, говорить, какой ты бедный, не болит ли у тебя голова, не болит ли у тебя спина и так далее, то мужчина начинает портиться, протухает, его нужно выбрасывать, не медленно, вот, он лежит на помойке, никому не нужно, от него управлять алкоголем, не надо мужчинам жалеть, мужчинам нужно, мужчинам нужно быть в тонусе все время, вот, ну что, вот человек, видите, в кроссовках, бодрый, с цветами, вот, вот мужчина, попробуйте ему попробовать, вот, да, и, жирнолыжная тема, она как раз, вот, делает всех одинаковыми, делает всех равными, как вот американцы говорят, что Господь создал всех людей, а сам Кольт сделал всех равными, вот, и то же самое, собственно, происходит на лыжах, да, и я поехал с девушками, у меня была страшная любовь, и я решил, что мне от этой любови нужно как-то избавляться, и я узнал, что любовь моя, она обязательно найдется для какого-нибудь достойного армянина, так оно и случилось, вот, и вот, а я себе нашел, естественно, достойную девушку, потому что туда люди только, собственно, на отдыхе, собственно говоря, туда и ездят, как правильно говорило, у Витборов в повести написано, что горы, это места, где ездят, не с женам, и бьют плохую водку, вот, ну, судя по нам, водка там нормальная, вот, а все остальное не знаю, вот, и вот эта песня появилась именно как раз, вот, что-то, значит, разрезит, да, ну, а вы знаете, что, дорогие горнолыжники, что горные лыжи, это такая любовь, это двигательное выражение любви, когда ты должен, с помощью нехитрых движений, как-то, что-то такое происходит, что ты начинаешь потом, влюбляешься обязательно в кому-нибудь, кто не влюбляется на горе, тот, извините, какой-то самый, эмпатент, вот, и вот такая песня появилась тоже в модные годы, Я помню дивное мгновение, передо мной явилась ты, и в снег не было сиденья с пятилетровой высоты. О, восхитительная пея, расстегнутая до пупа, я бы сломал, наверное, шею, когда бы с кресла не упал, я бы не отдался наблюденью, пустив котуху подокусь, увидев чудное виденье, В комбезе цвета абрикосный, как у кипятка ушата, терпеть которой нету сил, вот тут подшита, там ушата, здесь туго все, а там висит, Толой заполненный искусно, и на груди, и на спине, смешался умыслычество, и клавесину рубила мне, лицо и поза, вот это да, я Донна Роза, простой солдат, неистребимый к искусству зов, весь мир закормлен комбинезон. Я так глазами сильно хлопал, что начинал ветром дуть ее неоновую спину, и сын Типоновую горуть. Недленной красоты примером, лаская взор и взгляд маня, она стояла, как Венера, но с руками целыми двумя. Я познакомился с ней ловко, бананом мастем буй нацелил, но мой дружок очкарик Ковка нас в баню вечером повел. И там увидят без комбеза, мой Тонус низко так упал, что я бутылку водки врезал, упал и ногу поломал. Лицо и поза, вот это да, я Донна Роза, простой солдат, неистребимый к искусству зов, весь мир закрыл мне комбинезон. Ходи по пляжам, сколько плезе, вылезай в искусство с головой, прекрасней женщины в комбезе, на свете нету ничего. Тарарарам, тарарам! И дальше, потом началась летняя эпопея, когда летом я туда приехал, у меня, как получилось, как только я приехал, перевели меня в Москву, значит у нас тут было принято в части, всё лето мы бегали, прыгали, бросали гранаты, прыгали в высоту, занимались всякими волейболами, футболами. Меня сразу записали в сборную команду, и вот я занял первое место по части, побегу на 100 метров, и в тот же день мне наступили шиповкой на пятку, я тёрнулся и порвался вверхи, вот, и потом мне его зашили сразу же в бурденках, вот, и дальше я решил, что обязательно надо поехать летом в Тверску, поехал туда летом. Лето меня просто оглушило, лето оказалось лучше, чем земло, потому что было тепло, вот, и там ходили такие девушки, я даже боялся революции. Похоже на мою жену Екатерину Полу, похлопайте ей, пожалуйста. И вот, потрясающее совершенно время, когда всё цветёт, всё водолухает, огромные цветы, вот такие вот, вододендроны. У нас, сначала нас повезли в ущелье Адалсу, там мы три дня ходили по леднику Шхельда, потом нас привезли обратно, мы сходили пешком до приюта Одинских, а потом мы пошли через перевал Вангуза, на себе точили 25 килограммов дрова, еда и всё остальное, гитара, вот, через... С нами шли два инструктора, которые потом собрали у нас у всех ботинки, рублю, и вынесли их обратно. Вот, ощущение было совершенно потрясающее. Вот, песня появилась в 1983 году, вот эта песня была написана. Субтитры создавал DimaTorzok Вспомню, как вошедшим в горы ветры гимн поют, Побывавших в самых дальних странах, Вспомню самый тёплый в мире серный приют, Алика, Серёжу и Осману. Вспомню, как карабкались по склону облака, И туман вползал горам на плечи, И скакала по камням весёлая река, И стояли сосны, словно свечи. До свидания, Дон Гузорун, До свидания, северный приют, До свидания, шесть дитальных струн, Эту песню горы вам поют. До свидания, Дон Гузорун, До свидания, северный приют, До свидания, шесть дитальных струн, Эту песню горы вам поют. Свет вам горы, слов печальных не любят, Мир, свет прилепший на душе разбила, Мир вам горы, что вернули нам себя, С нами поделившись своей силой. До свидания, Дон Гузорун, До свидания, северный приют, До свидания, шесть дитальных струн, Эту песню горы вам поют. До свидания, Дон Гузорун, До свидания, Северный приют. До свидания, шесть детальных струн, Эту песню городом пою, Эту песню городом пою. У меня потрясающие совершенно ощущения были, когда я пришел в Сухуми, нас привезли в Сухуми, я в Сухуми выдержал ровно два дня. Тем более, что наши девушки нас бросили сразу, они надели красные платья с вывезами, и пошли на рынок. Нам сказали, что вы нам больше не нужны, вы холодные, интересные, скучные, идите на них. Мы сейчас найдем себе настоящих мужчин, которые, значит, наша группа выяснился, те, которые становятся группой. И я видел, как они возвращались. Они возвращались бегом. То есть они в руках несли какие-то мешки, откуда торчали какие-то местные, местная фауна торчала какая-то, флоры, какие-то. И они бежали бегом, за ними бежала толпа местных. Такие люди с большими животами, в белых рубашках, с какими рукавами, у них волосы торчали с рубашек, у них были такие небольшие усики. Они так бежали за нашими девушками с криками, чтобы они так и бессвертно кричали. А девушки от них бежали просто. Вот бежали на своих паплуках, в своих пекольте, в своих красных, значит, коротких платьях. Бежали на перекрестках. На перекрестке горел красный свет, они побежали на красный свет. Тут, значит, ехал трамвай, троллейбов, тут ехал какой-то автомобиль. Это все остановилось. Девушки побежали через перекресток. В это время из-за угла с резким свержанием тормозок выскочил «Москвич-412». Подъехал к девушкам, оттуда выяснилась волосатая рука, которая схватила ближайшую девушку за руку, и раздался громкий крик «Девушка, да и не есть, мужчина есть, говори, что хочешь». Девушка стала бить его по пути этой самой флорой, кинзой там, или петрушкой. И рука, значит, прожалась, они побежали, значит. Но я все равно грудал, не торопясь шел за ними, потом я зашел на территорию турбазы и решил попить кофе. Кофе было замечательно, 20 копеек. Захожу в кафе и вижу такую картину, значит. Сидят девушки, посередине такой запрямленный, как здесь, посередине стола, на нем сидят девушки, 4 штуки наши, красные свои, платья, декорте. А вокруг, по периметру сидят местные, человек, ну, 60. Все внимательно смотрят на девушек. А у девушек в глазах... А, рядом с девушками еще 4 стула стоят, на которых лежат сумки, там, помады и все такое, лишние, ну, лишние вещи. Они увидели меня, я был одет в трениках, значит, с пузырями на коленях. На левой наде был красный носок, на правой наде был синий носок, майка какая-то была, которая туалет-туалет, полоски, потирали танки, вот. Ну, так было одет, в общем, бодренько. Вот, и они меня увидели, сразу все схватили за руку, посадили, и сказали мне на ухо, что ты сиди, пока мы тебя не отпустим. Вот, я говорю, в итоге я так должен сидеть. Они говорят, что мы им сейчас сказали, вот этим, что мы не танцуем, потому что сейчас придут наши пацаны. Но пацаны, естественно, ничего не знали. И так мы сидели минут, наверное, мы сидели примерно час. Обсуждали, что-то разговаривали. Мне делал было нечего, особенно, поэтому я решил поддержать наших девушек, значит. Потом заиграла медленная музыка, и одна из девушек, расслабившись, пригласила меня на танец. После этого началось что-то неимоверное. Вот эти все 60 человек вскочили одновременно. И побежали на оставшихся трех. Ну, в общем, это можно рассказывать бесконечно. Все закончилось хорошо, все остались живы. Вот, а мама началась эпопея, когда мы начали ходить на Эльбрус. Это был где-то, первый самый Эльбрус мой был, в 1998 году. Когда я приехал на Эльбрус, сяду летом, вместе с Володей Городейским. Вот, и как-то так получилось, что, ну, меня Эльбрус мстил. Вот, и я вот захожу на восточную вершину, и вижу там, стоит человек на полу. Саня Захаров, есть такой замечательный человек. Он смотрит на меня и говорит, вот эти москали, заколебали. Даже на любых всяких спасений нет. Вот, и вот песня, которая появилась на восхождении. Кто был на Эльбрус? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, вы знаете, что там самое главное, там самое главное, не нервничать, не упираться там, про что я сейчас превозмогу, я сейчас покорю там что-то. Тебя это будут селить или не порчить, и все. Потом надо так расслабить душу, и идти, вот, спокойно идти. И запыхался, остановился, подышался, и дальше идешь, перейдешь, идешь. Вот, и если погода, если идешь с легкой душой, то, я думаю, тебе погоду хорошую даст. Ну, и так далее. Придумав веские причины, не всем понятные пока, уходят на гору мужчины. Судьбой в тяжелых рюкзаках, в неправильных доспехах. Презент характера синтепон, друг другу пожелав успеха, уходят вверх на жесткий склон. Они идут коротким строй, под светом матовой луны, и объясняются с горою, славами кошек ледяных. И раскрываю жизни врата, и начинаю свой полет, и каждый шаг взимает по воду за продвижение вперед. Разгадаю все секреты, я переставлю все часы, а подо мною в мире лето, а надо мной созвездий сын. Не умереть, не возгордиться, отвоевав в пространство шаг. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. И все так просто, и так сложно. Уколы, вздох, и взгляд, и шаг, и отступиться невозможно. И сердце, колокол в душах, и видеть лед, и слышать ночью. И исключить любую ложь, и поступать предельно точно. Тогда, наверное, взойдешь, не медлить и не суетиться, в раскладе партии любви. И не гордиться, и не злиться, а просто быть самим собой. Разгадаю все секреты, хлопай, я переставлю все часы, а подо мною в мире лето, а надо мной созвездий сын. Не умереть, не разгордиться, отвоевав в пространство шаг. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. И станут розовыми хорами, не в силах нас остановить. И ветер сводит этот дно, и даст вдохнуть и покурить. И мир окрасится гуашью, что был простым карандашом. И обнаружится однажды, что ты дошел, что ты дошел, что ты дошел, что ты дошел. Разгадаю все секреты, я переставлю все часы, а подо мною в мире лето, а надо мной созвездий сын. Не умереть, не возгордиться, отвоевав в пространство шаг. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. Просто хочу туда пробиться, там, где живет моя душа. Удивительное место, где мы все приходим к одному знаменателю, что, конечно, вы все великие барды, военные, ученые, бизнесмены, но есть гора, которая на это все наплевает, которая стояла, где он будет еще стоять. Ты прикасаешься к этому вечному и чувствуешь, что все нормально, все идет так, как надо, все идет так, как Господь придумал. А мы здесь временно, и это хорошо, после нас что-то останется, и это тоже хорошо. Поэтому давайте сделаем по уму, давайте сделаем по совести, сделаем что можно, чтобы что-то будет, как говорится, в наших десантных кругах. И, дорогие друзья, там началась программа, которая вот здесь присутствует, один из замечательных моих друзей. Программа называется «Музыка вершин». Три года назад, да, я уже сбился, когда мы это пели, 40 минут на вершине. Сначала два года назад, да. Сначала три года назад мы пели на скалах Пастухова, на 4840. Затащили туда генератор, вот, затащили туда фарад и 40 минут стояли пели. Вот. А два года назад мы зашли на Эльбрус и вместе с Дмитрием Груковым попели на высоте 5,640 км на запад на вершине Эльбруса. Я этого замечательного человека очень люблю и хочу сейчас попросить его продолжить мое… А можно через песню на гитару возьмем вас? Да, 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 давай. Вот. Это тоже стало частью моей жизни. Ну, я… Знаешь, я… Женщине с вас не положено. Поэтому я просто рассказываю вот то, что, мне кажется, будет вам интересно, поскольку у нас есть общие темы. Вот. И вот эта самая горная жизнь, она продолжается по сегодняшний день, причем она продолжается по нарастающей, несмотря на то, что официальный спонсор наших фестивалей, который мы проводили, он как бы отвалился. Вот. Мы продолжаем в горах проводить фестиваль преимущества, который вот в этом году преимущества 2015 проходил. Чего? Конечно. Вот. С вами первый концерт Наталья Пастухова. Ага. Пел Лешу Пучкову. Да. Скорь, пожалуйста, песню «Ушедшему небу» на сцене. А, ну да. Походимо ходят, да. Можно даже добавить на голос чуть-чуть. Да. Песня была написана вот в горах. Надо очень внимательно смотреть по сторонам, не делать ничего лишнего. 6 апреля 2002 года, 5 апреля 2002 года мы договорились со спасателем, писали кому-то. Мы собрали старших пойти в баню Рахат, который раньше Рахат был. Да Рахат – это Рахит, из Рахата – это Джигит. Пришли вот этот Рахат, два часа их ждали. Они пришли, уставшие и слегка выпужденные. Выяснилось, что приехала группа австрийцев, пять человек. Спасатели. А в это время на горе был такой бутылочный лёд, снега не было. И они попёрлись наверх, поднялись выше пастухового метров на 300. И один из них оборвался и поехал. И въехал на Новый Канун. Старший, 44 года. Четверо детей. А 6 апреля они его снимали. И я присутствовал, снимал всё на камеру. Ну так, я от него попросился на Рахат. И вот. И после того, как я это всё и посмотрел, как-то само собой написал вот эту песню. Которую сейчас я хочу посвятить светлой памяти Алексея Бычкова. Это одного из четыре человека пела на пастухового. Это был Дима. Это был Артур Гладышев. Это был Дима. Это был Лёша Бычков и я. Лёша Бычков, к сожалению, в прошлом году ушёл из жизни. Он был неизлечимо болен. Ему сказали врачи, что ему осталось жить примерно месяц. И он уехал в Терскому. И там его Господи забрал. Ну и, конечно, Коля Селезнев. Так получается, так получилось по жизни, что вот. 5 лет назад он ушёл из жизни. Он попал в лавину назад на северах на Чикете. А в Москву его провожал Лёша Бычков на самолёт. Как-то мы его оформили. Городом двести. И вот песню я хочу сейчас этим домом помещательном будем посвятить. И у душа стремилась в горы, И там осталась навсегда. Пробивший в космос коридоры За все прошедшие года. Его в уша в ледник влетела Потоком белого огня. И навсегда простилась с делом. И нас осталось сохранять. Победа или пораженье Пусть каждый для себя решит. Один живёт души движеньем, Другой спокойствием души. Мы с нами многое не стоим, Коль на равнине места нет. И только космос успокоит И неждыжение секрет. И следы его кошек Уходят легко На стекле голубом летника. И текут под его невесовой рукой Облака, 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 облака. Он перешёл сквозь все границы, Он бытия сломал кому. Он может там теперь селиться, Где место только лишь ему. Он будет, продолжая вечно Писать дорог своих строку И улыбаться людям встречным, И вверх идти по леднику. И следы его кошек Уходят легко На стекле голубом летника. И текут под его невесовой рукой Облака, 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 облака. Ежегодно. Продолжение следует Спасибо.